Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, важный анонс. На нашем канале скоро выйдет очень интересное видео. Дело в том, что эта Kia Optima, она же К5, которая только недавно приехала из Кореи, никогда в жизни не знала, что такое бензин. А почему? Да потому что на ней с завода установлено газобаллонное оборудование. И эта тема с каждым днем набирает все большей и большей популярности. И команде Summa Racing Team стало интересно, насколько эксплуатация автомобилей с заводским газобаллонным оборудованием дешевле, чем эксплуатация автомобилей с точно таким бензиновым мотором. Но если вам уже не терпится узнать, как можно приобрести этот автомобиль, где его можно заказать, сколько это будет стоить, то все необходимые ссылки мы оставим в описании под этим видео. Ну а мы возвращаемся на соревнования. Наше почтение, многоуважаемый коллектив, в последней серии проекта Pajero Terminator мы говорили, что возможно примем участие в соревнованиях по оффроуду. И не прошло каких-то 3-4 недели, и на данный момент мы находимся в окрестностях села Железняк Сумской области. И если я попрошу Александра, нашего оператора, сделать круговой обзор на 360 градусов, то вы поймете, о чем я говорю. Итак, друзья, мы находимся на клубных соревнованиях, на соревнованиях клубного уровня. Вы знаете, что мы не имеем опыта в соревнованиях такого рода. Да, мы плыли на разных покатушках, но сегодня реально соревнования со всеми вытекающими отсюда последствиями. Регламент разделил всех участников на три категории. Это хард, лайт и туризм. Ну, соответственно, конечно же, где хард, а где мы. И, естественно, мы не туризм. На данный момент участников, если я не ошибаюсь, порядка 40 экипажей. Значит, вкратце о соревнованиях. Что они из себя представляют? Соревнование будет состоять из трех независимых друг от друга частей, которые вы можете проходить в любом удобном для вас порядке. Первая часть – это спецучасток. Для хардовиков будет один спецучасток, для лайтовиков и туристов будет другой спецучасток. Спецучасток – это сложный по геометрии отрезок пути, который вы должны пройти. Вторая часть соревнований – это легенда. Легенда также для хардовиков одна, а для туристов и для лайтовиков другая. На легенде вы должны взять 10 точек. Что такое взятие точки, вы еще увидите. Так вот, если вы на лайте возьмете все свои 10 точек, то вы заработаете 10 очков. Ну и третья часть – это самое интересное, по нашему мнению, GPS-ориентирование. И если хардовики будут брать только хардовые точки, то лайтовики могут брать как и свои точки, так и чужие, то есть хардовые. И чем больше точек вы возьмете, а почему я говорю «чем больше», потому что вы при любых раскладах не возьмете все точки. Так вот, чем больше точек вы возьмете, тем ближе к призовому месту вы окажетесь. Соревнования будут идти в 12 часов, в 10 часов утра старт, в 10 часов вечера финиш. И чем больше очков вы наберете за эти 12 часов, тем ближе к призовому месту вы окажетесь. Мы очень надеемся сегодня выступить так, чтобы не оказаться в самом конце. Наш экипаж состоит из 4-х человек. Я – ваш покорный слуга, Виктор, которого вы хорошо знаете. Также Александр – наш штурман-боец. Всем привет! Виктор у нас будет заниматься GPS-ориентированием, картами, координатами. И будет нам рассказывать, куда и как нам ехать. Александр будет выполнять тяжелую работу. Разведка брода, глубина, ветки. В общем, там, где будет куча говнища, там будет Александр. Ну и, соответственно, наш боевой оператор с остальными, сами знаете чем, Александр тоже, который сейчас держит эту камеру, он будет пытаться все это дело отснять. У нас с собой есть приблизительно 10 килограмм экшн-камер. Как мы это все будем снимать, мы еще понятия не имеем. Но мы надеемся, что вам понравится. И мы надеемся, что вы за нас будете болеть. В общем, хоре триндеть. Давайте дальше готовиться. Кстати, мы вчера сделали два очень важных дела. Прежде всего, мы продиагностировали терминатор на ДН-сервисе. По терминатору у нас все на 4 с плюсом. Все работает, все классно. И также мы водрузили обратно наш боевой комплект Federal Corregia MT. Также от нашего партнера, от партнера нашего канала интернет-магазина Бездор 4х4 Кумьей пришел вот такой вот подарок. Это отличная динамическая стропа на 12 тонн монстр и с двумя шаклами. И сегодня ей очень крепко достанется. В классе Лайт самая большая конкуренция. Здесь и газоны, здесь и паджеры разные, и пенины, и нивы. Ну, в общем, в нашем классе будет самая жесткая заруба. Сейчас идем знакомиться пешком со спецучастком. Со спецучастком для Лайта, для того, чтобы понимать, как нам ехать. Это не раллийная гонка, подписать здесь маршрут и сделать стенограмму не получится. Поэтому идем, запоминаем, а потом просто едем. Я туда не хочу. А это вот сюда? Это сюда, да. Здесь под прямым углом спускаемся, со спуском проблем нет. А там, короче, поднимаемся. Поднимаемся на задней блокировке, на межосевой блокировке. Выскочил и все. И там сразу под углом. Короче, в лоб, да? А там наверху придется отрулиться чуть-чуть. Там аккуратненько. Там в любом случае придется угол немножко вот так вот, наверное. Друзья, а у нас для вас есть классная новость. Дело в том, что мы хотим разыграть целую кучу призов среди наших зрителей, которые любезно предоставлены нам, нашим партнерам, интернет-магазином бездор 4x4.com.ua. Давайте обо всем по порядку. Какие призы? Прежде всего, вот такие вот фирменные чашки с нашими логотипами. И в комплект каждой чашки входит вот такая наклейка. Ну и главный приз, также предоставленный интернет-магазином бездор 4x4. Вот такая вот фирменная динамическая стропа, рассчитанная на 8 тонн. Что нужно сделать, чтобы выиграть эти призы? Все легко и просто. Первое. Вы должны сделать репост этого видео у себя на страничке в соцсетях. Что такое сделать репост? Если вдруг кто-то не знает. Вы должны скопировать ссылку на это видео и разместить эту ссылочку у себя в ленте. И не забудьте закрепить эту ссылку наверху своей ленты. После этого вы должны оставить комментарий под этим видео, в котором должны указать ссылку на свой аккаунт. Дальше. 5 июля 2018 года мы в прямом эфире во время стрима разыграем эти призы. И найдем тех 4 счастливчиков, которые их заберут с помощью специальной программы и рандомайзера. Надеемся, что вам было все предельно ясно и понятно. Надеемся, что именно вы выиграете эти призы. Но мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саня, к нам. Бегу в машину, Саня. Быстро, быстро, быстро. Пошел, 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 пошел. Через штаны крапива пожарил. Так, начинаем. КВН. Итак, друзья, старт у нас прошел, спецучасток, мы прошли, самый сложный подъем, который мы видели на данный момент, мы преодолели. В своей жизни. Да. И сейчас мы выезжаем на старт легенды, обнуляемся и прем. Вон, Нива тут спешит. Витя, обнуляйся. Обнуляйся, Витя. Так остановись же. Сейчас мы найдем. Сейчас я тебе что говорил. Да потому что ты много подержал. Спокойно. Все. Все понятно. Вон, вон, ну, пашины стоят. Пацаны, что мы думаем? Точка какая у нас, нечетная, да? Да. Плайтовики, вот они. Где номер? Один. Вон, 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 вон. Где номер один? Вон, один. Так двери поставь. Двери поставь, братан. Да открой двери, блин, оттуда сфотографируй и все. Так тут надо и краска должна быть, и длина рука должна быть. Братан, ты прикалываешь? Ребят, ребят, стой. Оп. Назар. Давай, 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 давай. Фотографируйся, еб-то, Вить. Вторую берем? Да ну, пацаны, вот. Вторую берем? Назар. Да зачем ты до дверей тянешься? О, до меня тянись, все. Так номер должно быть. Да б***ь, Витя отойдет же дальше, сфотографирует. Туда руль, туда руль. Есть. Туда руль. Саня, в машину, скорее. А не с бортовым номером должна быть у меня дотянута. Нет, не с бортовым, до любой несъемной части этого самого автомобиля. Какий бортовый номер? Ой, там Нива сзади. Гу-прохо. Дальше отойди, я ворота. Поузни. Отбил? Отбил меня не этот самый. Не хватало только подставы, отрыз лоджика. Так, выводите меня, пацаны, отсюда. Пошел назад, так же колеса нет колесового. Обнулился. Погнали. Ну сколько, ладно, молчу. 480. Погнал. Если я раньше увижу, а ты понаглеешь чуть-чуть. Не надо их обходить, они тоже находят точки. Они находят точки, они, видишь, прорубливаются. Так, Т-образный перекресток нам направо, а спереди лес. А где точка? Точка тут? Нет, точки нету дальше. Так, подожди. Нам право? Обнуляемся. Штурманская точка водопад. Все, я понял. Через сколько метров? 170. А ну. Короче, на данный момент не можем найти контрольную точку. Взятием контрольной точки считается следующее. Вы должны рукой взяться за цифру, которая нарисована, за номер, который нарисован на дереве или на столбе, или где бы там ни было. А второй рукой взяться за неотъемлемую часть автомобиля. Капот, открытая дверь, открытая задняя ляда. Вот, и это все дело зафиксировать на фото, так, чтобы был виден бортовой номер вашего автомобиля, а также непосредственно номер контрольной точки. Эта фотография считается взятием контрольной точки. Нашли, братан. О, там люди нашли. Витя, машину бьет. Стоп, стоп. Зад контролируйте, давай. Польза на руле, братан. На проходе, школа. Обнуляемся. Обнуляемся не тут, а вот там вот, наверное. Тут. Ну, там вы, минус. Так. Все, погнал, день. Давай. Выжай. Брой, я в топе стою, не залезь в топе, двери, двери откройте. Подстанцию вижу, подстанцию вижу. Нам не на саму подстанцию, а на справа, едь по следам. Правильно, все правильно. Теобразный перекресток, мы с крыши заходим и ворот направо. Еще 30 метров. Вот это перекресток, на право, обновляться надо. Стоп. Руна 230 метров, все. Огонь, пошли. 600 метров в день. Слева колодец и вот такая елочка, она прямо. Колодец уже отсюда вижу. Вижу колодец. Пошел, пошел, пошел. Все хорошо. Рыбать она на 0,8, не рулится ни хрена. Нормально. Теперь не спеши. Обнуляемся, да? Нет, нет. Надо выехать. Обнуляемся и нам... Не обнуляемся, 300 метров. Пошли прямо. А еще 600 метров, да. Еще 300. Пошли. Очередные поиски, очередной контрольной точки. Парни разбежались кто налево, кто направо, но понятно одно, что скорость не имеет никакого значения, потому что мы раз несколько обгоняли газон, который сейчас стоит за нами и в конце концов оказывались в очередной раз позади его. Поэтому однозначно во всем этом деле, конкретно в легенде, самое главное это опыт и никакой тут мощный двигатель, быстрая скорость ничего не решает. Дальше. 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 Давай, давай, давай. Справа гуляй. Давай, справа гуляй. Паран! Я буду остановиться, закон. Супер! Пошел! Пошел, 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 пошел. Ты больше не ешь мне по ногам, пожалуйста. Вот так медленно. Давай, пошел. Подожди там, что-то пацаны топором рубят. Стоп, еще раз. Музыка Все, да? Да, вот так вот аккуратно. Еще 100 метров. Аккуратно от зеркала. Реально, куда хамеру сюда ехать? Это последняя будет сейчас? Все, мы на месте. Давай. Выводите меня отсюда. GPS. Там пробка, Сань, учти, там пробка. Слушаю меня. Давай потихоньку назад. Еще, еще, еще. До упора вправо. Стоять, подожди. Давай, пошел. Пошел, 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 пошел. Пошел. Один час пятьдесят минут. Так, все, мы легенду закончили, да? Да, давай сюда. Так. А что теперь осталось? GPS-координатор. Дипломирование. Что делаем? Сын. О! Виктор, прокомментируйте. Итак, мы преодолели первый участок. Второй уже. Второй, да. То есть, мы преодолели спецучасток. Мы преодолели легенду. Взяли все десять точек среди первых. Кстати, даже первыми мы закончили эту легенду. Из тех людей, которые с нами ехали. И сейчас движемся на GPS-ориентирование. Здесь нам налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кого ты толкнешь? Жопа сидит на мосту практически. Короче, уж больно мы расслабились. В общем, поехали на расслабоне по болотистой местности, где проехало уже три или четыре автомобиля. Они нарыли. И мы поехали по старой колее и благополучно сели. Ну вот. В общем... Трэш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, отлично. Отлично, отлично. Все, 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 все. Хорош, хорош. Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, тут я не вижу. Если скинем, сюда сам. Стой! Еще доворачивайся, доворачивайся на руле. Стой! Ты разбойешься. Выводите нахер отсюда. Понял? До луда и вот так вот. И оттуда не возьму? Нет, ты оттуда не возьмешь, там болото. Там конкретное болото. Сюда знаешь, чтобы было заехать? Сюда жопы надо было. Ровно руль. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. Ровно руль. Пошел, пошел, пошел. Вить, правей теперь, правей, 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 правей. Вот так, отбей. Еще правее. Да, есть. Вот туда, Вить. В общем, ситуация следующая. Мы взяли 10 точек, 3 из них хардовые. Но, вся суть нашей проблемы заключается в том, что у нас есть сложности с вискомуфтой вентилятора охлаждения двигателя. И поэтому, когда мы начинаем газовать на одном месте, рыться, копаться, у нас начинает греться двигатель. На данный момент мы с этой проблемой справляемся. В движении мотор остывает, все нормально. Но, чем это все обернется, непонятно. Но, пока едем. То хардовая? Да. Да? Приготовьтесь сразу фотографии сделать, чтобы я там не везел. Так удобно, но двери придется отрывать. Двери, всад. Вези, двери. Значит, у нас точка 54 организаторами разрешена для взятия рука-нога. Не просто рука-рука, рука-нога. Они нам говорили, что вы подъедете, поймете почему. Почему? В общем-то, мы подъехали, поняли, почему. Да. Поняли. Подогревается двигатель и подогревается коробка. Это произошло, наверное, около часа назад. На данный момент ситуацию контролировать получается. С помощью систематических остываний, а также использования печки. Но, тем не менее, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, и мы поймем, что температура двигателя уже, ну, скажем так, не поддается охлаждению, то будем вынуждены сойти с дистанции. Хорош! ГРАИ 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 Есть! Руля вправо! Давай! Равняй! Что еще? Есть! Тридцать пятую взяли. Как будто она не корыкает. Это лыкает. Цены нету. Там и был подъезд. Ты же помнишь, куда ты хотел ломануть? 7 и 38. Все, давай. Давай, за руль иди. Чего ты сюда идешь? Давай еще чуть-чуть. У нас там метра еще. Саня, не выходи! За руля! Так дверь закрой! 10 сантиметров! Давай, пошел! Еще! Все, стоп! Номер видно? Бортовой? Сейчас видно. Ляда это великое дело, друзья. Пацаны, Витя. Всосало! Всосало! Не, я тебя так не вытянул. Мне тебе телефон бы передать бы. А просто так не надо. Всосало. Всосало... Всосало... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Куда отходи, ты же с крылом ударишься. Давай помалу. Оп, отвели, ровно. Ровно рулить, ровно рулить. Да, вот так, не тормози. Не ворта, влево на меня рулить. Молодец. Браво. Есть. Такую точку-то мы взяли. Как взять отсюда выезд? Да. Да. Как я пора за стены? Канки метров 7 метров. Ровно рулить, не пролейте куда, ровно рулить. Здорово! Стой, 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 стой. Итак, друзья, значит, перед 101 точкой в лайте мы капитулируем. Мы четко знаем, где она должна быть, но ее нету нигде. Ни под землей, ни над землей, ни в небе. Ну, совсем под землей мы не изучали этот вопрос. В общем, возвращаемся в лагерь, что могли мы сделали. Ну, и нажили максимум усилий. Да, что могли сделали. Ну, и надеемся, что мы, по крайней мере, будем где-то хоть в середине пелотона. В пачках. Выводи нас, братан. Вот завершается день. Чудесный. Мы приехали в лагерь с гордо поднятой головой. Друзья, у нас есть плохие новости. На данный момент Виктор и Александр, наши штурманы, сдают наши точки судьям. Они контролируют фотографии. И по состоянию на данный момент нам, судьи, не засчитывали две точки. Взятие двух точек. Почему? Потому что мы плохо сделали фотографии. Там не видны номера точек. Одну точку все-таки нам удалось отстоять. При более тщательном рассмотрении номер все-таки читался. Но одну точку мы потеряли бесследно. То есть у нас минус одна точка. В общем, что будет дальше, мы не знаем. Надеемся, что мы будем не в самом низу. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Ждем подсчета общих всех результатов. Итак, занятое третье место в лайте. Грязюк, Валентин, Декала, Юрий. Да, в общем, поджар. Каратыш красненький. Прикинь, мы даже третье место. Пацаны, третье место ваше. Бывают. Дунаев Сергей и Дунаева Оксана. Друге место в лайте. И так, первое место в лайте. В общем, вы офигеете. Люди впервые, в принципе, задалбывали меня и по телефону, и лично, и все расспрашивали. Да, 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 да. Итак, первое место в лайте. СРТ. Блохеры, так сказать. Это прям кафе. Выставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Смотрели эту серию. Будьте предельно внимательны за рулем. Берегите себя. Всего вам доброго. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok